С 1 сентября в силу вступит новый закон, регламентирующий работу служб такси. Теперь водители обязаны будут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо самозанятого. Таксисты-нелегалы, в числе которых есть мигранты и даже те, кто не имеет права совмещать свою основную работу с подработками, естественно, остались недовольны. Те же, кто работал честно с самого начала, согласны с переменами. Я думаю, все-таки меньше таксистов будет и меньше конкуренции. У-вторых, цены, наверное, немного повыше будут, больше возможности заработать для таксиста. Ну а в чем неудобно, я думаю, что, как говорится в новом законе, нужно будет обязательно делать страховку о САГО для таксиста. А она для многих неподъемная, от 50 до 100 тысяч. На днях одна из служб доставки пассажиров в Чите в тестовом варианте на пару часов отключила от сервиса таксистов, не имеющих регистрации. Цены за перевозки сразу выросли в пять раз, так как спрос стал кратно превышать предложение. Агрегаторы предупреждают, что с осени ситуация может стать еще хуже. С 1 сентября ситуация станет хуже на постоянной основе, потому что все сервисы заказа такси должны будут отключить водителей, которые не соответствуют требованиям нового закона. В стране действует 400 тысяч разрешений на деятельность такси. Большинство из них в Москве. Всего в этой сфере занято порядка 2,5 миллионов водителей. В регионах не менее 95% водителей потеряют возможность работать со службами заказа такси. Таким новостям Читинцы не рады. И уже есть мысли, все же вместо комфорта и скорости выбрать доступность. Это ужасно. Потому что нам надо нормальные цены. Дешевые, так сказать. В Яндексе же были дешевые цены, а сейчас опять дорого все. Нет, если такие сохранятся, которые сейчас, конечно, будут на общественном месте. Зачем будут первых бачить? Очень плохо. Потому что часто езжу на такси с ребенком. Ну вот, отлично отрицательно. Конечно же. Какая максимальная сумма, которую вы готовы платить? Ну, смотря куда ехать. Ну, там 200 рублей хотя бы. Это нормальная цена еще. Пределы города. Рублей там 150-200. Ну, может, 250. Это уже все край. Мы еще в пределах, допустим, 250 и как-то ездим спокойно. Но если уже выше, уже задумываемся. Тем не менее, как уверяют краевые власти, цены не взлетят, так как количество перевозчиков не должно уменьшиться. Просто в легальное поле войдут и те, кто работал раньше в тени. Мы ведь говорим не о том, что надо отключить большинство водителей от работы, чтобы работала лишь небольшая группа. Мы говорим о том, что необходимо зарегистрироваться и работать на законных основаниях. И, более того, он упрощает процедуру регистрации. Теперь человеку, чтобы осуществлять перевозки такси, не обязательно быть индивидуальным предпринимателем или сотрудником какого-то юридического лица. Он может зарегистрироваться самозанятым. Это делается все достаточно быстро, в электронном виде, в течение нескольких минут. С одной стороны, такси станет безопаснее, за водителем уже будет вестись государственный контроль и обычная поездка не должна обернуться неприятностями. С другой, за безопасность все же придется переплатить.